Создание игрового класса всегда сопровождается проблемами, и пускай финальная цель стоит затраченных усилий, разработчикам приходится чинить кучу багов, менять рейды, удалять способности и многое другое. Поэтому хочу рассказать о особенностях и проблемах ведения Охотников на Демонов, Лидана как персонажа, и всего того, что тесно с ними связано. Как получилось так, что Охотники на Демонов стали полноценным игровым классом? Первые упоминания Охотников на Демонов наряду с Иллиданом как что-то известное обычному игроку были еще в далекие времена Warcraft 3. Когда уже создавался World of Warcraft, было почти изначально понятно, что этот класс так или иначе когда-то попадет в финальную версию игры. Изначально были там планы добавить Охотников на Демонов в ванильную версию Warcraft, но далеко эти планы просто не ушли. Тогда у разработчиков было просто много идей игровых классов, а добавлять каждую безумную идею, а потом на основе этой идеи делать нормальный баланс классов было просто невозможно. Когда уже выходило дополнение Burning Crusade, разработчики начали уже более-менее серьезно думать о том, чтобы вести их как игровой класс. Однако за этим последовала еще одна проблема. Проблема в том, что разработчики не особо были готовы добавлять еще один класс. Да, идея вроде как неплохая, под стилистику дополнения тоже весьма неплохо подходит, в отличие от той же Ванилы. Но вместо этого они решили сосредоточиться на тех классах, которые есть сейчас. Как минимум их нужно довести до максимально хорошего баланса, а потом уже думать о введении еще одного класса. Были мысли вести Охотников на Демонов и в Гневе Короля Леча, но такие мысли, ровно как и во времена Ванилы, тоже далеко особо не ушли. Так как как минимум те же мастера рун, которые позже стали рыцарями смерти, гораздо сильнее подходили по тематику дополнения. Идея о введении Охотников на Демонов жила, но она была отброшена в Дальний Ящик, до Легиона. Хотя еще и до анонса Легиона, NPC имеющих класс Охотник на Демонов, вполне можно было встретить в локациях Азерота. Лорамус Многоног давал игрокам квеста еще во времена Ванилы. Еще горсть Охотников на Демонов встречались в локациях Burning Crusader, в виде как и мирных NPC, так и полноценных боссов. Что забавно, появлялись Охотники на Демонов еще на старых ванильных постерах. Относительно недавно, интерес вызвал оригинальный постер для рейда Зулгуру, на котором был изображен Охотник, Воин и Охотник на Демонов на заднем плане. Уже позже, долгие размышления и возможно споры о ведении Охотников на Демонов появились во времена Катаклизма. Когда дополнение Катаклизм разорвало в клочья некоторые локации Азерота, игроки нашли небольшой секрет в локации Темные берега. В локации есть водопад, если в него прыгнуть, игрок окажется в небольшой пещере. Внутри будет находиться некий Охотник на Демонов по имени Телариус. Если его шутнуть, с него дропается квестовый предмет, который можно отнести одному NPC в деревне неподалеку и получить взамен достижение. Сам предмет имел такое примечание. Эти записи раскрывают определенные секреты на пути к тому, чтобы стать Охотником на Демонов. Тогда введение в Катаклизме такого персонажа стало причиной дискуссии о возможности введения класса в игру. И только тогда, когда дополнение Легион было анонсировано, вместе с ним и появился новый полноценный игровой класс. Как только они были введены в игру, как это случалось и с ранее введенными классами, появилось огромное количество багов. Львиная часть багов была образована за счет скорости и прыжков Охотников на Демонов. Игроки находили способы, как используя способности, развивать огромную скорость. Особое применение игроки находили на батлграундах. Некоторые батлграунды не были готовы к появлению Охотников на Демонов. Из-за этого, такая же банальная способность двойного прыжка позволяла по-хитрому забираться в места, куда не должен попадать игрок. Ровно то же самое, кстати, касалось не только батлграундов, а и вполне себе скрытых локаций, которые по какой-то причине доступны в живой версии Варкрафта. Другой странный по методу вызова, но тем не менее неприятный баг, был связан с повышением уровня персонажа. У игрока за деньги есть возможность повысить уровень персонажа через буст. Стоит эта опция 60 долларов и повышала уровень до сотого из 110 возможных. Когда Охотник на Демонов использовал повышение уровня, то на его персонажа оказывались вещи для разбойников. Такие вещи давали ему ровно 0 уровня предметов и в общем не подходили под его класс. Игрок банально их надеть не мог. Еще одна проблема была в том, что при использовании повышения уровня пропускаются стартовые квесты, без которых нельзя делать что-либо дальше. Как итог, игрок получает поломанного персонажа, который без вещей и не может делать квесты в открытом мире. И это за 60 долларов. Другой вопрос, зачем использовать повышение уровня до сотого уровня за 60 долларов, если Охотник на Демонов начинает на 98? Но тем не менее какая-то маленькая, возможно безумная горсть людей столкнулась с этим неприятным для них багом. Обострилась проблема с багами и Охотниками на Демонов в 2018 году, когда было найдено сразу несколько багов на батлграундах, дающих весьма хорошее преимущество. Например, на ущелье Песни Войны, используя прыжок, можно сразу же оказаться под текстурками, миновав своих врагов. А если еще и при этом нести флаг, получить весьма хорошее преимущество. Сам по себе анонс Легиона и Охотников на Демонов был частично слит еще задолго до анонса. Типичные форумные сливы, мол, якобы мой брат работает на Близзард, он все слить в сеть и так далее, всегда были. Но очень редко появляются настоящие сливы от сотрудников Близзард. На форуме ММО Чемпион, некий человек за 5 месяцев до анонса Легиона, кратко рассказал фичи будущего дополнения. А именно, новое дополнение Легион, новый класс Охотник на Демонов, который будет начинать с сотого уровня, вернется Иллидан, появится новый континент возле Водоворота, будет зона Сурамар, будут классовые оплоты и артефактное оружие. Естественно, никто на форуме ему и не собирался верить, таких умников, которые якобы сливая дополнение полным-полно. Но в данном контексте он и вправду, за 5 месяцев до анонса дополнения, практически идеально назвал все новинки будущего аддона, ошибся на 2 уровня со стартовым уровнем нового класса. Но помимо кучи багов, Охотники на Демонов во время Легиона успели потерять весьма неплохую и уникальную способность, узы пустоты. Способность была непроста в использовании в реальном сражении, но если грамотно исполнять, давала весьма хороший плюс. Работала способность примерно так. Если у условного Охотника на Демона было 20% здоровья, а у другого игрока 100%, то при использовании способностей их здоровье уравнивается примерно до 50 на 50. Иногда помогала, допустим, сейвить игрока на каком-то боссе. Использовалась она, насколько я могу судить со стороны, довольно редко. Прожила она в книжке заклинания Охотников на Демонов чуть больше полугода, после чего с выходом обновления 7.1.5 была удалена. Черный храм – это рейд, тесно связанный с Елиданом и Охотниками на Демонов. Впервые появился в дополнении Burning Crusade с главным боссом по имени Елидан. Однако изначально Черный храм планировался еще во времена Ванилы. Когда шла разработка World of Warcraft, на момент апреля 2003 года разработчики составили большой план контента подземелий и рейдов. Черный храм предназначался для тогда максимального по задумкам на 2003 год 70 уровня. Локация Восточной Чумной Земли была предназначена для промежутка 60 по 70 уровень. Некие драконьи острова, от которых осталась только игровая модель, и то в специально запрятанном месте, должна была стать таким же рейдом, как и Черный храм. Об этих планах поведал еще в 2007 году бывший геймдизайнер Джефф Каплан. На выставке, которая была посвящена дизайну рейдов и подземелий. Идея, что максимальный уровень в Ваниле будет 70-м, была отклонена, а сам рейд, Черный храм, как и многие затеи по типу Острова Гоблинов, полетели ровно таким же образом в печь. А сама идея о Черном храме воплотилась только во времена Burning Crusade. Вообще говоря о Черном храме, сам по себе рейд стал несколько уникальным в плане Гонки Прогресса. Когда стартовал рейд уже в Burning Crusade, и лучшие гильдии ринулись карать Иллидана, на первое место вырвалась гильдия Нихлиум. Они успешно пронесли первых боссов, и днем за днем закрывали все больше и больше последующих. Так они дошли и до Иллидана, забрав первыми в мире всех предыдущих боссов. Их никто не мог обогнать. Вскоре и Иллидан был повержен гильдии Нихлиум. Гильдия получила все звания первые в мире за всех боссов. Прожил Иллидан 21 день с момента открытия рейда. Игрокам в сообществе не особо и понравилось, что по сути вся Гонка Прогресса досталась только одной гильдии. Сам то и по себе рейд оказался не столь эпичным, как то полагалось столь колоритому персонажу, как Иллидан. Игроки ожидали, мол Иллидан будет ультра хардкорным, дойду до него не скоро. Но оказалось все было совершенно иначе. Близзард, видя и зная, что Нихлиум первыми в мире закрыли всех боссов от первого до последнего, решили сделать апгрейд, который будет усложнять боссов в черном храме. За этого появился некий хейт в сторону Близзард. За то, что сначала сказали, это будет самый крутой рейд, мы им довольны на 100%, а потом видя, что он относительно быстро закрылся полностью одной топовой гильдии, начали его усложнять, усиливая боссов. На 1 апреля 2007 года разработчики решили немного пошутить, чем испугали кучу народа. Во времена Burning Crusader процветала такая система, как система доступа в рейды. Простыми словами, чтобы попасть, к примеру, в рейд, нужно было сделать геморройную цепочку квестов, пройти с десяток заданий, обогнуть несколько раз запределья, посетив заодно несколько подземелий. И иногда такая цепочка растягивалась на недели или месяцы. На 1 апреля Близзард опубликовали новую обновленную таблицу, что нужно будет сделать, чтобы попасть в темный храм. Если поначалу в таблице нет ничего страшного, то вот опускаясь все ниже, можно было представить панику и боль тех людей, которые не успели понять, что это первоапрельская шутка. Иллидан начал мелькать, как один из главных действующих персонажей во время Warcraft 3. Имел даже небольшую отсылку от своего создателя, Сэмвейса Дидье. В некоторых кадрах на его клинках можно разглядеть лицо панды. Панды троллили Сэмвейса Дидье, но он это принимал и даже позже начал это задвигать сам, оставляя как отсылку к себе лицо панды. Как Иллидан стал Иллиданом? Получил он свой текущий внешний вид абсолютно случайно. Сэмвейс однажды для своего товарища, который искал концепты персонажей для своей игры, нарисовал персонажа и получился слепой паладин, который держит в руках две книги. По какой-то причине его товарищ не смог использовать эту зарисовку. Сэмвейс посмотрел и подумал, а грех бросать хороший концепт-арт, особенно когда мы тут делаем третий Warcraft. Сэмвейс начал развивать идею со слепым паладином. Он смог на основе слепого паладина создать два концепт-арта. Гордый паладин и слепой безумец. На основе гордого паладина был создан первый концепт-арт персонажа Утер, а после сам полноценный Утер. А идея со слепым безумцем переросла вот в эту проту-версию Иллидана. Это был криповый хлопец-безумец с острыми когтями. Доработав этот концепт, в 2000 году за три года до выпуска третьего Warcraft'а получился уже более-менее похожий на современный арт Иллидана. Слепой безумец с острыми когтями, накачанный, и как визитная карточка, слепой с повязкой на глазах. Иллидан сыграл и значимую роль в трейлере Burning Crusader. С английской версией трейлера была небольшая проблема. В силу определенных причин, оригинальный актер озвучения был вынужден перестать работать с Blizzard. Хотя он смог полюбиться многим англоговорящим игрокам еще в Warcraft'е 3. Его место занял новый актер. Старый со временем смог наладить отношения с Blizzard и в будущем принимал участие в озвучке персонажей в Warcraft'е. Однако роль Иллидана он потерял навсегда. Хотя позже он сам признавал, что за его карьеру Иллидан это была самая главная и самая любимая роль. Говоря о синематике, создавался он долго и по-особенному. Львиная часть задних планов в трейлере была нарисована, дабы не тратить лишнее время. Сцена с Эльфикой Крови делалась примерно по такому принципу. Берется скриншот из игры, ставится на задний план. Далее рисуется примитивная покадровая зарисовка будущей анимации. После приглашается реальная актриса, которая должна спарридировать то, что было нарисовано. Запись с реальной актрисой отправляет аниматорам и аниматоры на основе этой записи делают уже полноценную 3D анимацию. Но под конец добавляются визуальные эффекты и получается одна готовая сцена. Похожий принцип был и в другой сцене, где маг превращает Аурена в овцу. Ее добавили просто, чтобы была нотка юмора. Сначала была зарисовка, создание протоверсии мага, создание модели Хумана. Ушло некоторое время на подбор идеальной модели овцы. Создатели перебрали с десяток вариантов модели овцы, дабы определить наилучший. Так как все деньги ушли на поиск актрисы Блад Эльфики для будущей анимации. На реальной постановке мага и овечки пришлось экономить. Да, конечно, реальный актер хорошо бы справился с отыгрыванием будущей анимации, но и экономный вариант сцены тоже был, как по мне, неплох. Иллидан как персонаж довольно быстро полюбился игрокам. Когда выходил World of Warcraft, сервера назвали в честь разных героев. Архимонд, Саргерас, Гулдан, Кельтас и так далее. Был и реалм под названием Иллидан. На релизе игры, как бы это странно ни звучало, Иллидан стал самым популярным сервером. Из-за огромного притока людей, который шел именно на Иллидан, в срочном порядке приходилось открывать возможность перенести персонажа на другие реалмы. Но и это не помогало. Были постоянные очереди, были постоянные лаги. Была огромная конкуренция на все, что только возможно. На реалме даже в свое время появился термин Иллидаун, описывающий все эти проблемы и выступавшее как альтернативное шуточное название сервера. Кстати, примерно то же самое коснулось сервера по названиям Трал. Когда Иллидан в World of Warcraft появился как персонаж, он был изображен как безумный злодей, который превратился в антагониста. Это в какой-то мере вызвало бурю негодования у фанатов. Разработчикам на Близзконах начали задавать вопросы, мол, почему Иллидан стал таким тираном, и будет ли его возрождение после Burning Crusader. Разработчиков пытали этими вопросами сразу по несколько раз за один Близзкон. Крис Мэтсон, некогда один из основных создателей сюжета в Warcraft, отвечал положительно. Мол, такие планы имеем, будет и возрождение, будет и искупление. Ну а с годами эти самые планы имеем, стали реальностью в дополнении Легион. Ну что же, по сути на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи!